На улице Гагарина по нацпроекту образования строится школа на 600 мест. Подрядчик заверяет, готовность объекта 87%. Но после осмотра детской площадки, фасада здания, учебного класса и медицинского блока у группы губернаторского контроля возникают вопросы по срокам сдачи объекта. В процессе строительства стоимость контракта выросла на 200 миллионов из-за удорожания бетона и других стройматериалов. 1 сентября здесь должны выстроиться на линейку дети и пойти на первый урок. Но суждено ли этому случиться – вопрос. Контракт изначально был заключен 12 января 2022 года. И в 2023 году школа должна быть построена. Но в конце декабря было заключено дополнительное соглашение, где прописано, что срок завершения 31 мая. Остаётся менее полутора месяцев до завершения. Но есть ещё многочисленные вопросы. Стоимость объекта больше миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проектом предусмотрены каркасно-монолитные здания с трёхслойными стенами из газобетонных блоков. Стадион. Уже смонтирована котельная. Завершены монолитные работы. Сейчас сделают крышу. Наружную кирпичную кладку и перегородки. Прокладывают электропроводку и штукатурят. Вторая точка маршрута группы губконтроля – сквер лётчикам на Красногоровской улице. Его благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» – нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь появилась новая плитка, мягкое покрытие, фонари, урны, мафы. Осталось запустить освещение и добавить зелени. Всё располагает к отдыху здесь, особенно в хорошую солнечную погоду. Здесь и густая крона листвы, и установлены лавочки, и даже специально для инвалидов сделаны особые лавочки, где можно не просто сесть, а облокотиться, присесть. Завершился выезд группы беседы с горожанами в общественной приёмной губернатора. Дина Горбачёва, Владимир Савилов, Первый Ростовский.